Приветствую всех, кто хочет научиться программировать игры. Меня зовут Ольга Евгеньевна Елисеева, и я вам представлю несколько уроков. В нашем первом уроке мы научимся создавать анимацию. Давайте сразу перейдем к практике. Для этого нам необходимо зайти на сайт Scratch. Его адрес написан здесь. Достаточно написать только три слова scratch.mid.edu. Мы попадаем на сайт, на котором и есть необходимый для нас инструмент или редактор. Чтобы начать создавать свою анимацию, нам просто нужно нажать на кнопку «Создавай». Единственный момент, возможно, у вас такой компьютер, на котором ваш сайт отобразился на английском языке. Не пугайтесь, мы можем перейти в самый низ и вместо английского выбрать русский. Чтобы это сделать, мы должны пролистать вот этот список почти до конца, и вот в конце мы видим русский. Я сейчас сделала специально это, чтобы вы могли за мной повторить. Если у кого-то английский, пожалуйста, поставьте видео на паузу и переключитесь на русский. Так нам будет немного проще. Если кто-то знает хорошо английский, пожалуйста, вы можете работать и в английской версии. Итак, нажимаем на кнопку «Создавай». В зависимости от скорости интернета у нас или немного быстрее, или немного медленнее загрузится наш редактор. Скорость здесь не принципиально. Важно, чтобы наш редактор начал работать. В следующих уроках мы научимся также работать в оффлайн-редакторе, который не будет требовать подключения к сети интернет. Что же мы здесь видим? Давайте разберемся. Для начала у нас есть то, что называется сценой. Именно здесь будет происходить все, что мы будем делать. И, собственно, здесь будет крутиться наша анимация. Что это за сказочный персонаж? Это спрайт. Он есть в списке спрайтов. Когда мы загружаем редактор, спрайт всегда один. Мы научимся создавать своих спрайтов, использовать библиотеку спрайтов и много чего еще. Для того, чтобы заставить нашего персонажа двигаться, оживить его, вдуть в него жизнь, нам необходимо написать скрипт. Для того, чтобы написать скрипт, у нас есть команды, которые разбиты на несколько групп. Мы с группами разберемся попозже. Сегодня будем изучать в основном вот эти команды из группы движения. Ну и, наконец, где же мы будем писать скрипт? Скрипт мы будем писать вот в этой правой части нашего редактора, который сейчас пока выглядит маловатой, потому что у меня еще открылся дополнительный инструмент. Инструмент справка. Те, кто постарше, могут начинать работать с этими инструментами. Вы можете выбрать, например, такую возможность на сайте или в редакторе и пошагово выполнять те инструкции, которые здесь предложены. Мы сегодня не будем пользоваться этой частью, поэтому нам необходимо просто закрыть это окошечко. Вот я его закрыла. У нас появилось побольше места для того, чтобы создавать код. И мы приступим. А делается это достаточно просто. Вот наши команды, и мы можем проверять их работу прямо здесь, щелкая мышкой по команде. Смотрите, наш персонаж, наш спрайт уже оживает, он выполняет наши команды. Он идет, выполняет команду «Идти 10 шагов». Для того, чтобы он делал это много раз, нам необходимо перетащить эту команду в область скрипта. И еще добавить несколько команд управления. А именно, мы выберем команду, когда щелкнут по флажку. И теперь мы можем ее приклеить. Видите, вот они приклеились. Надо обязательно притащить команду в команде так, чтобы они раз и склеились. Как в конструкторе. Теперь, если мы нажмем на флажок, наш код выполняет наши действия. Но тоже надо делать всего лишь один раз. Для того, чтобы он это делал многократно, мы используем еще одну группу команд управления. Смотрите, они все разного цвета, очень легко сориентироваться. И здесь используем такую команду, которая называется «Всегда». Это такой цикл, который заставляет все, что внутри него, выполняться бесконечно. И вы, наверное, заметили, как я его приклеила. Давайте я еще раз повторю. Вот он, этот цикл. Давайте вернем. Он, как крокодил, охватывает наш блок идти. Вот раз и схватил его. И теперь, если мы нажмем на флажок, мы увидим, что произошло. Наш код ушел далеко-далеко. Давайте вытащим его. Его можно перемещать по сцене любым образом. И скрэч устроен так хитро, что мы все-таки смогли его достать. Он не убежал далеко. Ну и еще раз. Ой. Вот так. Как-то маловато, правда? Вернемся к нашим командам движений. И внутрь вот этого цикла будем добавлять еще команды. Есть замечательная команда, если на краю оттолкнуться. Мы ее добавляем сюда в цикл. И теперь наш спрайт будет постоянно проверять, он сейчас на краю сцены или нет. Давайте поставим его внутрь сцены, в серединку где-то, и запустим. Оп. Он оттолкнулся от края от одного и от другого. Теперь он бесконечно перемещается по сцене. Единственный его недостаток, он почему-то переваливается. Давайте сделаем вот так. Это неправильно. Чтобы этого не было, мы перейдем к его свойствам. Нажмем на кнопочку И в левом углу от спрайта. И сделаем так, чтобы стиль вращения его был туда-сюда. Нажмем на флажок. И увидим, что наш кот перемещается туда-сюда. Вот наша первая анимация. А сейчас сделаем небольшой перерыв и выполним маленькую гимнастику для глаз. Следи за мной глазами, но голову не поворачивай. Поморгай глазами. А теперь вверх-вниз. Поморгай глазами. Итак, каждый из вас посмотрел урок, сделал гимнастику для глаз и наступило время выполнения задания. Войди на сайт scratch.mid.edu, нажми на кнопку создавай, у тебя откроется редактор Scratch. И создай свою первую анимацию. Чтобы было проще, я даю тебе подсказку. Ты можешь остановить видео на этом последнем кадре и подсматривать, что необходимо написать в скрипте, чтобы твой кот начал бегать, чтобы он ожил. А в следующем видео смотри продолжение урока и узнаешь еще много нового. Желаю успехов!